На руки у кого есть свой инстаграм сейчас? А ты уточнила, что значит есть свой инстаграм? Ведь мы говорим про инстаграм, она и для брендов. А свой инстаграм, у вас есть личный инстаграм? Где вы просто выкладываете фотки с отдыха? Есть, да? А у кого есть и личный инстаграм, и инстаграм для бренда? То есть, ведете свой бренд и параллельно с вами. Меньше, но есть. Левая сторона зала, вы пришли для того, чтобы завести свой инстаграм? Пока не думаю, что... Это просто двухзначный вопрос. Кстати, хотим продолжить тему предыдущего спикера. У нас зарегистрированные марки, которые официально все, как положено по законам Украины, Правда, Лейбл и Мария Пион. На самом деле зарегистрировать можно не только бренд, который вы ведете в жизни. Вы можете также зарегистрировать имя, которое есть в Инстаграме. И можете зарегистрировать любой псевдоним с авторским правом. На которое вы будете претендовать в случае использования вашего имени где-либо, в любом СМИ. Сегодня мы говорим на тему инстаграмотности. Многие спрашивают, что же такое инстаграмотность, про что мы говорим. Первое, вроде понятно, инстаграм это соцсеть. Но что же значит инстаграмотность? Многие из нас ведут соцсети и думают, почему что-то у меня не работает. Почему у меня есть классный бренд, живые продажи, у меня что-то где-то двигается. А в Инстаграме все так туго и непонятно. Инстаграмотность это как раз то, в чем надо разобраться. Это то, как правильно вести свои соцсети для того, чтобы и имидж бренда поддерживать, его имя популяризировать и в то же время продвигать. И самое главное, что мы любим все продавать через Инстаграм. Продавать через платформу Инстаграм, это не значит, что только на площадке Инстаграма. Это значит, что ваш профиль в социальных сетях и не только Инстаграме, также в Фейсбуке, ТикТоке и, конечно, Ютубе и новой площадке Шортс, которая сейчас полгода как работает на Ютубе. Кто-то слышал про Шортс? Пока не слышали. Так вот сейчас, вот поймите, что в 2022 году вы все узнаете об этом обновлении. И сегодня мы собрались для того, чтобы немножко развеять мифы, почему Инстаграм может не работать, почему соцсети очень важны для бренда и как так их настроить, чтобы они начали работать на увеличение узнаваемости и продаж вашего бренда. А пока мы познакомимся. Я хочу вам представить Марию Пион, блогера, которая является визуализатором брендов. И люди, которые обращаются к этому блогеру за рекламой, они получают качественный контент. Основное, что бренды хотят от блогера, от инфлюенсера, от медийных личностей, это то, чтобы он где-то показался в их одежде, для того, чтобы он показал качественный контент и для того, чтобы этот материал можно было использовать. Знакомьтесь, Мария Пион, визуализатор брендов. Я сейчас представлю Елену, но немножко расскажу, что же такое визуализатор. Я уверена, что многие не понимают и не знают значения этого слова. Те, кто сейчас ведет Инстаграм, либо просто соцсети и обращаются к блогерам за рекламой, часто не понимают, что же они хотят впоследствии получить. То есть мы все надеемся на ту магию, которая была 4-5 лет назад, когда, обращаясь к блогерам, вы получали какую-то ссылку, рекомендацию от блогера, и все массово переходили к вам, досмотрели, что это. Мы наблюдали это на других брендах, а сейчас применяем на своих, и это почему-то не работает. На самом деле алгоритм Инстаграма меняется каждые две недели. Уследить за этими изменениями не так просто человеку, который ведет и бизнес. И поэтому нужно понимать, что в 2022 году такое точно не сработает. Поэтому на первом месте это выбор человека, который будет амбассадором, лидером вашего бренда, лицом вашего бренда и представлять его везде. Кроме этого, опять выходит на первое место нетворкинг. Это именно та коммуникация бренда с людьми и с реальными клиентами. И через блогеров, в том числе, через лидеров мнений, я бы даже сказала. Потому что блогеры для меня это все-таки больше направление лайфстайл, а лидер мнений это тот человек, который собирает аудиторию в социальных сетях, но является экспертом в какой-то сфере. Именно поэтому брендам стоит обратить внимание, при желании развивать свои соцсети, вам необходимо обращаться к лидерам мнений. Мы сегодня обсудим инструменты, которые вам еще могут улучшить и охваты, и сами продажи, конечно, в социальных сетях. Но, тем не менее, лидеры мнения это все равно те люди, к которым вы будете вынуждены обращаться, потому что это люди, которые годами нарабатывали, вкладывали в свой инстаграм и нарабатывали аудиторию. Визуализатор для бренда это чуть другой человек. Это человек, помимо экспертности в инстаграме, имеет еще одну способность создавать контент для бренда, создавать ему его же историю и стилистику. То есть это человек, который выдаст вам контент, сделает его за вас, и вы сможете его использовать. Кроме этого, это будет как будто бы трансляция сквозь профессию человека, видение вашего продукта. Например, и сейчас краткая подводка к презентации Елены. Елена Правда является основателем бренда Правда Лейбл, в котором я сейчас полностью в образе, я являюсь амбассадором бренда. И, естественно, это идеальный случай, когда мы можем классно показать, как сочетается из новой коллекции платье и, например, элемент костюма и брюки отдельно. В том и смысл, почему я перехожу к такой нативной рекламе, к тому, что сейчас подача сквозь живых людей и впечатлений, эмоции имеют первоочередное значение. И как бы это ни выглядело странно, но в социальных сетях точно так же. Без харизмы, не используя в жизни, ни один человек не сможет рекламировать ваш продукт качественно. Только внедряя продукт в жизнь лидера мнений, блогера, инфлюенсера, либо вашего даже друга, только если он действительно этим пользуется и носит в жизни, даст эффектные плоды. Итак, Елена, правда, это достойный пример еще личного бренда в социальных сетях? Расскажешь о себе больше. Хочу представиться. Меня зовут Елена, правда, в социальных сетях это бренд, который не зарегистрирован, но это очень продаваемый бренд, потому что есть бренд, правда, лейбл. Все связующее, да? Вы должны понимать, что, как бренд, например, делюсь опытом, каждый бренд выбирает себе амбассадора. Он может быть один, два, три, в зависимости от размерной сетки, позиционирования, миссии, чего угодно. Сейчас мы видим на слайде, зачем брендам свой профиль в соцсетях. Это как визитная карточка. Время сейчас такое, знаете, когда дети раньше играли в футбол, и мы очень были счастливы, а сейчас они сидят в телефонах. Каждая информация, которая попадает в социальные сети, это неизбежность сегодняшнего времени. Каждому из нас нужен социальный какой-то, социальная сеть, которая может выдавать максимум информации с помощью блогеров и инфлюенсеров, либо своего контента. И мы понимаем, что в нынешнее время, если вас нет в интернете, вас нет нигде. Вы сами выбираете ту сеть, то направление, где вы хотите продвигаться, но если реально вас нет в интернете, вас нет нигде. Продажа коммуникации и имидж — это то, о чем говорила Мария, что у вас, у каждого, если у вас есть бренд, у вас должен быть амбассадор. В моем случае у меня есть огромная размерная сетка для наших брендов, и это называется «Тексес» и «2ХОВЛ». Мария мой «Эс» — идеальный амбассадор, который ходит в моей одежде, который ее и везде рекламирует, который является амбассадором, и мы индивидуально обсудили условия, честно говоря, у нас по умолчанию, потому что красивая модель, красивые вещи, они сочетаются везде, уместны везде, и это нативно. Нативная реклама сейчас очень продуктивна, потому что если вы делаете прямые продажи, они сейчас не работают. Есть определенная воронка продаж, я говорю об этом как бренд одежды, который уже на протяжении пяти лет является официальным брендом на рынке Украины, по которой мы работаем. То есть у нас есть четкое понимание, кому и что мы продаем. Я не могу, например, на Марии продавать какие-то спортивные вещи, которые она глобально не носит. Почему на Марии сейчас наши брюки, наш пиджак? Потому что ее образ и ее подача, они напрямую соответствуют тому, что я хочу продать вам. Если вы захотите купить спортивный костюм, вы где-то увидите рекламу спортивного костюма, каких-то фитоняшек, спортивных тренеров. Это тоже есть, правда, лейбл. Но здесь сейчас мы рассматриваем четкий пример того, что я хочу подать вам классику, например, или кэжуал, который не скучный, кэжуал, который уместен везде. Стиль, философия и миссия. У каждого бренда, есть, кстати, бренды, которые хотят обрести себе амбассадора. Можете поднять руку? Пока значимость амбассадора не для всех важна, потому что у многих еще не настроен инстаграм вообще в принципе. Вот вы знаете, для начат... Еще раз. И вы стилист, я не дизайнер. Это уместно? Конечно, вы можете выбирать себе амбассадора. Вы заходите... Очень важно. Вот я делюсь с вами как бренд. Каждый раз, выбирая амбассадора, вы заходите на профиль того или иного человека, с которым хотите сотрудничать. Вы смотрите, о чем он пишет, где он бывает, какая у него ценовая политика брендов, которых он уже рекламировал. Вы не можете взять, например, Сайз Плюс, если вы хотите какую-то девочку тонкую, умеренную, да, и, как знаете, называют инстадевочки. Ну, инстадевочки, да, это тоже уместно. Самое распространенное. Вы не можете Сайз Плюс рекламировать на XS, если у вас целевая аудитория другая. Об этом вам больше расскажет Маша, потому что она является вот тем человеком, к которому обращаются. Недавно у нас был разговор с Марией, она говорит, слушай, ко мне обратился такой бренд, я не знаю, как их рекламировать, потому что... Ну, они Сайз Плюс, а они говорят, я отошью тебе С-очку. Говорит, а что они дальше будут делать? Давайте будем честными и откровенными. Не нужно рекламировать XS-ки на Excel-ках и наоборот. Вы должны понимать, заходя на профиль того или иного блогера, о чем он пишет, что он говорит, как он подает информацию. Каждый блогер сейчас, а блогеров развелось очень много, у меня есть проект «Правда. Реклама», в который я беру разных блогеров, которые должны, знаете, вот десятину отработать в блогерской жизни. Они должны дать бесплатно отзыв о любом бренде, который к ним обращается. И они говорят такие странные вещи, которые я вот беру на такую сумму или еще что-то. Я их исключаю. Вот честно. Я анализирую и исключаю. Я считаю, что человек должен выбирать бренд, должен выбирать в инфлюенсере, в блогере только того человека, который полностью соответствует их продаже. Поэтому Маша сейчас расскажет об... Слушай, Лен, подожди. А вот про продажи. Ведь не только про продажи соцсетей. Соцсети еще про коммуникацию, с людьми. На самом деле я буквально сегодня в моих сторис еще остался этот скрин, общалась с брендом, у которого даже есть голубая галочка. Это один из украинских брендов, который представлен во всем мире, который коммуницирует со своими клиентами так. Когда ты спрашиваешь под постом, в котором, блин, почему-то нет стоимости товара, и ты спрашиваешь, а ты уже 25-й человек в комментариях, который спрашивает стоимость товара, они тебе отвечают неактивной ссылкой. Мы, наверное, все знаем, что в комментариях ссылку, если оставляешь, она неактивна. Все знают, да? Круто. А СММ этого бренда оставляет ссылку в ответ на мой комментарий, какая стоимость. Но это же полный нонсенс. Инстаграмотно вести свои соцсети, это значит понимать, что внимание своего клиента надо мега ценить. Потенциального клиента, постоянного клиента не имеет значения. И очень важно понять, что коммуникация, это иногда не всегда продажи. Это всегда шанс, что это продажи, но в первую очередь это имидж бренда. То есть, когда любой человек может отметить ваш бренд только потому, что где-то вас увидел, может оставить негативный отзыв и с ним нужно работать, а он мега продуктивный для бренда. Это отзыв, который дает живой отклик на ваш продукт. Если он негативный, это же мега круто, потому что вы можете проанализировать и стать лучше. Опять же таки, коммуникация, это не только ответы, я напишу вам в директ. Нет, это еще круче. Это вы не просто в директ отвечаете, это вы экономите время вашему потенциальному клиенту. Вы уже в посте все расписали. Если клиента остались еще вопросы, вы понимаете, что блин, вы еще не ответили на все вопросы. Значит, вы тогда в директ отправляете, если нужно, активную ссылку на сайт. Если нужно, это обязательно сообщение, которое заканчивается вопросом. Я вообще не понимаю, когда бренд мне отвечает, а я тестирую бренды каждый день. 30 брендов я беру на тестинг. Я пишу им сообщение, которое выбешивает каждого менеджера. Например, когда у него все описано, а я все равно пишу, а какая размерная сетка, а на мои параметры подойдет, а я не поняла, сколько стоит, а есть другого цвета. И я сохраняю и коллекционирую эти дурацкие ответы для того, чтобы вывести идеальную формулу сервиса в соцсетях. Когда человек абсолютно не заангажировано, экономя время своего потенциального клиента, который уже вовлечен в ваш контент и делает продажу любым путем, после любого дурацкого вопроса. Удалите Машу все. Все удалите Машу сейчас. Наоборот, все должны на меня подписаться, потому что я постоянно в стори рассказываю примеры неудачных и удачных интеграций, удачной коммуникации бренда с клиентами. Сейчас здесь очень много людей. Я рада, что вы здесь и вы слушаете. Значит, тема актуальна. Пожалуйста, поднимите руки те, у кого есть бренд и что-то недополучается в Инстаграме или у вас выше ожидания, чем вы сейчас получаете? Ничего не получается. Нет, давайте, у кого что-то получается, но хотелось бы лучше. Есть такие. На самом деле, у вас шансов гораздо больше сейчас очень быстро выйти на активные продажи, потому что у вас есть опыт коммуникации с вашей же целевой. Возможно, неудачный опыт, но тем не менее он есть. Теперь мы пришли к следующему слайду. Пока Маша будет рассказывать о следующем слайде, те люди, которые стесняются и стесняются активничать, а я вас очень люблю, эти люди, я сейчас пройдусь, и вы зададите те вопросы, которые вы стесняетесь задать вслух. Да, у нас сегодня большая задержка в лектории. Мы опоздали на 40 минут, каждая лекция задерживалась, и вот мы сейчас здесь. Мы максимально экономно проведем эту лекцию, поэтому хотим сейчас, если у вас есть настоящий вопрос, касающийся вас, который вы можете сейчас здесь, абсолютно бесплатно, получить на него ответ, задайте его сейчас, не постесняйтесь, пропишите, мы прямо сейчас разберем. Семинары инстаграмотности, практикумы, когда мы разбираем конкретные кейсы брендов, проходят у нас два раза в месяц, раз в две недели. Сегодня в рамках выставки Kyiv Fashion мы хотим донести важность для брендов введения соцсетей грамотно. Это не значит, что собственник не должен внедриться во все нюансы, но это значит, что он должен быть в тренде. Тренды инстаграма 22 года. Эти цифры вы можете заскрылить, не буду их сейчас озвучивать, дабы сэкономить время, но главный посыл, это то, что человек в инстаграме сейчас минимально может потратить время на вас. Пожалуйста, сэкономьте его время, и вы получите нового клиента. То есть человек способен, алгоритм изменился, я знаю, что большинство из вас уже увидело, что вы по-другому видите ленту в инстаграме. У кого она еще не обновилась до конца, через две недели, к первому марта инстаграм готовит большие изменения в алгоритме. Что это значит? Что мы увидим опять синхронную ленту. Лента, которая будет показывать посты по их публикации времени. То есть мы будем видеть те посты, которые люди, на которых мы подписаны, публикуют в какое-то время. И через трое суток эти посты мы уже видеть не будем. Это то, что было 7 лет назад в инстаграме. Когда мы видели нормальную ленту наших подписчиков, мы видели людей, на которых мы подписаны, мы видели, что этот человек выставил, наша подруга выставила, да, пост, все, и мы его запомнили. Потом лента поменялась, было все хаотично. Это все было настроено под то, чтобы люди платили за таргетинг. Ведь именно таргетированная реклама поднимала посты в ленте ваших подписчиков. Но нюанс. Почему сейчас инстаграм перестал ориентироваться на то, что вы захотите потратить деньги на таргетинг? Потому что развивается новая огромная площадка в ютубе, которая перебивает конкуренцию даже тиктоку. И поверьте, потенциал ютуба огромный. Через год мы увидим шорт как отдельное приложение, как невероятную новую платформу для развития любого бренда. Есть ли кто-то, кто представлен в тиктоке здесь? Если здесь нет никого, кто представлен в тиктоке, не тратьте уже на него время. Потратьте время на изучение нового в ютубе, потому что за этим будущее. Именно из-за этого инстаграм, зная тенденцию развития, перестал использовать старую стратегию прошлогоднюю, когда только на таргетинг настроена лента. Теперь лента настроена органично. Это огромная возможность стартануть бренду в инстаграме с новой силой. Это значит, что чаще посты, больше стори. Это значит, что вы должны обязательно вводить снова прямые эфиры и охваты будут больше. Но это нужно делать грамотно, потому что ваши подписчики, а значит и клиенты, это люди, которые не смогут зависать только на вас. Это люди, которые сейчас будут получать больше вашего контента и оценивать, нужен ли он им. То есть они будут понимать, какое качество контента вы даете. А сейчас качество визуала, качество текста и быстрота подачи информации. Почему очень многие бренды, если кто-то заметил, а я уверена, кто подписан на бренды, особенно на бренды конкурента, заметил, некоторые бренды делают прямые эфиры с показом новых коллекций. Просто с показом, с демонстрацией на обычных людях примерок новых поставок. И это очень круто работает, потому что они делают очень сжато демонстрацию всего, что есть. После этого продажи примерно трое суток идут. При том, что вы до этого развивали хорошо свой инстаграм. Мы сейчас можем перейти к вот этому слайду, и я объясню, что важно вообще в профиле сейчас. Это имя бренда. Имя бренда, которое легко загуглить, запомнить, заскринить, у которого есть QR-код бренда, который думал над тем, как свой бренд назвать и чтобы там не было цифр. Второе, это шапка профиля, которая должна максимально информативно подать информацию о том, есть ли бренд, есть ли в наличии товар, какого размера, ассортимента, где вы находитесь, ваш адрес и контакты как быстро доставляете. Визуал и информация про посты. Лен, ты расскажешь идеально, потому что правда лейбл это идеальный пример ведения инстаграма. Раньше мы не публиковали цены, знаете, было модно, типа цена, 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 и все думали, что если ты задашь цена, тебе напишут директ, ты всякая такая штука, фигня. Сейчас не работает вообще это у брендов с одеждой, нужно писать цену. Все бренды, которые здесь, вы знаете, когда два года назад я попала на эту выставку, мы с Правда Лейбл работали на компанию Филипп Морис, кто знает, да, Айкос, все, и нет смысла прятать свои модели, и вы на этой выставке можете найти стенды, которые закрыты и якобы не могут показывать свои модели обычно. Все это уже прошлый век. Каждую модель можно скопировать с любого Пиндереста, Инстаграма, Гугла и сделать то, что ты хочешь. Не нужно изобретать велосипед для того, чтобы понять, сколько стоит эта вещь. Вы должны писать в постах всю информацию. И поверьте, когда у вас будет размерный ряд, состав, цена и все, что угодно, все, я не знаю, плетение нити, вам все равно зададут вопрос люди, которым лень. Люди, которым лень, они могут писать и в Директ, и под постами, и все, что угодно. Ваша задача дать полную информацию менеджерам, чтобы он это опубликовал в посте, в Актуально, и когда у вас поступит такой вопрос, в любое время дня и ночи, в течение пяти минут он должен ответить. Сейчас настолько большая конкуренция у брендов, у всех вообще людей, что если здесь и сейчас клиент не получает ответ в быстрой покупке, вы пропускаете клиента, никто вас не будет ждать, только Алиэкспресс ждет там сколько-то времени. Все остальное, все мимо. Вы должны настолько быть компетентны сейчас в любой социальной сети и реагировать на любой запрос здесь и сейчас, чтобы люди могли вот импульсивно купить ту вещь, которую вы продаете, другой не работает. Если вы упустили, они купят у других. Другие, которые сделали лучший контент, лучше описали, лучше продали, лучше ответили, это ваши конкуренты. Пока вы ждете, они уже продают. А мы можем уже вопросы собирать? Мы уже собираем вопросы, сейчас папочка пошла по залу, и если у вас есть вопросы, которые вы стесняетесь задать, или по каким-то причинам не можете задать их вслух, пишите их вот в этой папочке на три самых интересных, мы ответим. Если мы не успеем, потому что у нас дайвен. Я еще задам вопрос. А кто пользовался для бренда таргетингом? Всего несколько людей? Интересно, почему? Потому что это единственный метод продаж двадцать первого года, единственный. Да. Я не слышу, секунду дадут микрофон. У вас сейчас просто два активных объявления только в инстаграме. Я посмотрю в библиотеке рекламы. Как вы продвигаетесь? Чисто через блогеров? Да, да, да. Я вам объясню свою ситуацию. У меня что? Только два активных объявления, это очень мало. Два активных объявления. Смотрите, бренд Правда Лейбл сейчас находится в стадии реконструкции, как бы это назвать. У нас новый сайт. Если вы заметили, если вы анализировали и задали... Какой молодец, мужчина. Если вы анализировали и задали этот вопрос, у нас сейчас новый сайт. Мы наняли новых специалистов, потому что каждый год на протяжении последних трех лет бренд Правда Лейбл выживает и адаптируется. Я серьезно вам могу сказать об этом, потому что не может в нынешней ситуации бренд нормально выживать. Ну, не может. Мы открыли новый магазин 160 метров, мы диджитализировали бизнес, у нас новое мобильное приложение, мы делаем новый сайт, потому что старый не работает, потому что у нас новый специалист появился и сейчас у нас есть ситуация с старым профилем Фейсбука. это вся механика, которую многие бренды просто опускают. У нас нет доступа к какому-то там Фейсбуку, я рассказываю, как есть, потому что все знают, что я рассказываю, как есть. У нас нет доступа к Фейсбуку, у нас новый Фейсбук, там должен пройти неактивный какой-то период, и потом мы по воронке продаж, согласно правильному применению маркетинга, ее нет, не существует другой, ознакомленные, неознакомленные, осведомления, интерес, продажи, у нас много там факторов, которые мы внедряем по-новому. Буквально два года назад работала по одному, сейчас по-новому, и вы сейчас, спасибо вам огромное, что вы зашли и проанализировали, вот именно сейчас тот период, в который мы обновили сайт, обновили фейсбук, у нас новый Фейсбук, там еще мне высвечивается в Гугле, какие-то шаги недоделаны даже. И вот сейчас так происходит, поэтому каждый человек, когда не может понять, что происходит с Фейсбуком, Инстаграмом, с сайтом, когда не может все это сплести в одну воронку продаж, это все сложно и не разбирается, потому что все это стоит дорого, начиная, смотри, с маркетингового дела, потом у нас идут люди, которые занимаются такгетом, потом идет СММ, и они все вместе в команде работают. Нет одного человека, который универсально все делает идеально, нет волшебной кнопки, в которой ты пришел и говоришь, я хочу продать юбку за 300 гривен. Не работает. Тебе нужно вот это вот все, все кольцо специалистов, которые тебе это все продадут. Нету по-другому. Вот у нас поэтому сейчас так. Это один из примеров того, что большинство людей, а именно где-то процентов 60, которые приходят на консультации по инстаграмотности, оказывается, что проблема не работающего инстаграма, не продающего у них в настройках. Здесь речь идет про нестагрузку инстаграма с фейсбуком. То есть была старая страница фейсбука, с которой нет пароля, теперь появилась новая страница, которой нужно время, чтобы опять привязать ее к старому инстаграму. И большинство вопросов, которые возникают с несостыковкой, начинаются с настроек. Поэтому не разобрав базу, нет смысла даже строить новый контент. Именно сейчас идет пауза, потому что идет новая... Она не совсем пауза. Она не совсем пауза, это правильный вопрос, потому что много брендов об этом даже не подозревают и не знают. Она не совсем пауза, она идет последовательно. Вот, например, кто знал, что если фейсбук новый открываешь, тебе на протяжении какого-то времени нельзя запускать таргет. После протяжения какого-то количества подписчиков тебе нельзя стартовать с рекламой. Там, везде, в каждой соцсети есть определенное время, до которого количество подписчиков и количество времени, пройденного от регистрации профиля, тебе предоставляются новые функции. Также они и забираются из таргетинга и из кабинета личного, когда растет профиль очень большим. Поэтому, например, у крупных блогеров нет возможности рекламироваться, таргетироваться официально через Инстаграм, когда у них очень большая аудитория. То есть, нет возможности рекламироваться только на свою аудиторию, а это главная функция, которой преимуществом является, если у тебя есть страница бренда. То есть, бренд должен использовать эту функцию. Ну, давайте теперь соберем вопросы, те, которые есть, на живые ответим. Я попытаюсь с почерком справиться. Хочу, хочу научиться вести правильно соц. рекламу, а не сливать гроши. Я не знаю, можно ли этому человеку напрямую отвечать или те, кто постеснялся, хотят быть конфиденциальными. Это ваш вопрос. На самом деле, первое, что надо разобраться, через какой кабинет вы рекламируетесь. Если речь идет про таргетинг, вы делаете это через Фейсбук в Инстаграме либо через кнопочку продвигать? Есть ответ? Нет, я не знаю. А, вы еще не пробовали? Это делает человек не, ага. Я поняла. Тогда смотрите, если собственник бренда... Маш, это общая проблема на самом деле. Сегодня я слышала ее три раза от производителей подобного. Я просто плачу деньги и у меня ничего не работает. Правильно? Самое печальное, что пока вы не потратите немножко времени на то, чтобы внедриться, что конкретно вашему профилю нужно для нормальной, активной, таргетированной рекламы, вы не сможете просто дистанцировать и это другому человеку передать и он за вас все решит. Если вы собственник, только вы знаете, как правильно взаимодействовать с людьми, особенно таргетингом. Поэтому очень важно самому немножко внедриться, а тогда уже передавать эти полномочия какому-то сотруднику. Ни один человек не настроит таргетинг лучше, чем вы на свой профиль. Но если вы это знаете, вы можете потом делегировать. Идем дальше по вопросам. ты пока читаешь и разбираешься, я расскажу свой пример. Смотрите, у меня была такая ситуация с брендом, он назывался тогда по-другому, мы были два собственника, все знают Софию Стужук, да, блогера? Наша самая известная, самая популярная. Когда-то мы дали вовремя рекламу на пуховики бартером. Заметьте, мне повезло бартером 3500 и 200000 выручки. На следующий год нам казалось, что в это же время мы даем ей рекламу уже платно плюс товар. Все знают, да, что стоимость рекламы у блогера это стоимость плюс товар, который вы хотите прорекламировать. Поднимите руки, кто это понимает. Отлично. Поверьте, не все это понимают, так что вы не удивляетесь вопросу. Больше, чем ползал, они подняли руки. Смотрите, реклама у блогера это стоимость рекламы плюс товар, который вы хотите прорекламировать. Второй раз мы заплатили около 1000 долларов, причем мы заплатили на разные рекламы, у нас были пуховики, мы заплатили это в декабре, это все прошло мимо, мы не заработали ничего и плюс 5 пуховиков. Вы представляете, да, эту затратку? Каждый блогер взял себе по пуховику 3500, ну и около 20000, в общем, мы потратили 2000 долларов. И что мы получили? Ноль. Почему мы так сделали? Потому что не вовремя, не актуально, нет акций. Каждую акцию, каждому бренду нужно продумывать. Вы не можете в декабре 31-го обращаться к блогеру и говорить, слушай, прорекламируй мне уже вот новогодние наряды, как мне было. Я с двух сторон работаю, я как блогер и как бренд. Я говорю, слушайте, ну не сработает, ну зачем вы тратите деньги? Ну это я, окей. А другие блогеры берут, 1 января рекламируют и бренды недовольны. Давайте будем адекватными во всех своих действиях. Если вы хотите к 14 февраля, договаривайтесь за две недели с каждым блогером о том, что вы хотите прорекламировать вечернее платье. Это платье, вы пишете им тех заданий минимальное, минимальное, ничего больше, которое они примут и скажут, модернизируют под себя, да, и подадут, как они хотят. Но тем не менее, вы говорите о том, что спеццена для вас, например, вы говорите о том, что это нарядное платье для свидания, для романтического путешествия, для того, чтобы покорить своего мужчину. Что вы еще можете сказать на 14 февраля? Это должно быть за две недели. Если вы за три дня до этого делаете такую рекламу, не факт, что она сработает, будем откровенными. А мы, бренды, мы обращаемся к инфлюенсерам, только здесь и сейчас, дай мне, у меня будет миллион продаж, фигушки. Ему, блогеру, инфлюенсеру, нужно вообще время, чтобы сделать контент, сделать подачу правильно, он наймет фотографа, видеографа, место, себя накрасить, в конце концов. Знаете, сколько сейчас стоит модель вообще на съемку? Это тысячи гривен просто макияж и прическа. Но от блогера мы будем выжимать самое вообще-то, не могу. сами бренды не указывают цену. Для чего это делает? Для того, чтобы по их версии увеличить активность. А на самом деле это увеличивает негатив конечного потребителя. Сейчас это уже не работает, это было два года назад. Кого это бесит, когда не указали цену? Вот ваш ответ. Кто задал? Это ответ, да. Как начинающему бренду делать первые продажи? Визуализировать, фотографировать, делать видео. Больше примерок. Больше чего? Примерок, примерок. Примерок и работы с кем-то, тем, кто может продвинуть ваш бренд. Давайте будем откровенными. Не каждый человек может позволить себе просто вот так взять и сделать какую-то фоточку и ее будет продавать. Вам нужен лидер мнения, вам нужен блогер, вам нужен таргет, вам нужно все, чтобы человек захотел это купить. Не может человек, идя по улице, например, купить вечернее платье, да? Просто так. Но не может. Давайте создавать картинку ту, в которую человек хочет попасть. Давайте делать тот образ, которым человек захочет увидеть, купить и быть в этом образе. Я, например, сегодня, вот смотрите, я в платье, да? Маша в брюках от Правда Лейбл. Будет красиво же на фото, еще мы сделали фотографии на сине-белом фоне, которые мы выставим в социальных сетях. Люди захотят это купить? Конечно, захотят. Они увидят этот образ, они захотят в нем побыть, они захотят быть теми людьми, которые в этом образе. Вот так и самому начинающему, бренду, они выбирают локацию, они выбирают людей, они выбирают образы, в полном образе понимания, макияж, прическа, люди, место. И тогда продают это. Не бывает по-другому, не работает сейчас. Давай, следующий вопрос, это про описание. Я так понимаю, что это про описание под постами. Его бывает ли, его много? Стоит ли писать замеры состав тканей? Я считаю, что стоит сейчас под постами писать все. Объясню, для чего. Даже если человек, который задал вопрос, знаете, вы написали все. Размерный ряд, цена, состав, цвета, все. И он пишет, цена. У человека, который отвечает, у него всегда под рукой, в любое время дня и ночи, это подсказка для брендов, есть вся информация. Потому что люди, которые заходят, они ленивые, они видят картинку, вот то, о которой я рассказывала в прошлом ответе, они такие, знаете, вот хотят, 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 а им лень. Люди ленивые, меня дети начали лайкать после того, как я первый айфон начала разыгрывать в социальных сетях. Будем откровенными. А что говорить о подругах или просто, просто клиентам? Не работает. Нужно писать все и отвечать здесь и сейчас в течение 15 минут на каждый запрос. Так, теперь следующий вопрос от Анны. Как заинтересовать клиента, быть лучше конкурентов и продажи вести, и правильно вести рекламу? Правильная подача рекламы не может быть единым путем. То есть не может, ну, это вообще невозможно, если вы только таргетируетесь, либо только продвигаетесь сквозь блогеров, либо только самостоятельно, органично увеличиваете охваты своих публикаций истории. Дело в том, что только нормально выстроенная контент-план, стратегия брендов, способна дать хороший результат. И оценивать его можно не раньше, чем через 2 месяца от старта. То есть за 2 месяца вы должны разработать систему публикации у себя, стори, видео, с примерками, с конкретной подачей, с вашей личной стилистикой бренда, также посты. Во время этого расписать коммуникацию с лидерами мнений и блогерами. Без инфлюенс-маркетинга сейчас не существует продвижения в социальных сетях. Выбрать этих людей стоит времени. Коммуницировать с ними нужно и долго. Потом контролировать выход рекламы и их подачу, собирать статистику, аналитику, конечно. Это все вы представляете, сколько требует усилий. Кроме этого, таргетировать рекламу. Либо у вас это делает специалист под вашим контролем, либо вы самостоятельно изучаете эту тему. В общем, правильно, это когда вы тратите огромный ресурс на то, чтобы продвигать свои соцсети. И поэтому главный ответ, это вы не можете просто нанять агентство, человека, не разобравшись в самом бренде самостоятельно, просто отдать ему отдельно, вести ваши страницы и продажи и надеяться на чудо. Это уже не работает. В 22-м году, если собственник бренда не внедрен в свой продукт и в свою команду, не имеет смысла тратить энергию и деньги на содержание этой команды. Последний вопрос есть? Какими контрольными вопросами подвести клиента к продаже, если цена от 1600-1900, я так понимаю, гривен? Елена, это вопрос четко к тебе. Вопрос, какими контрольными вопросами подвести клиента к продаже, если цена продукта, я так понимаю, выше среднего, 1600-1900 гривен? я считаю что это выше среднего если мы говорим мы сейчас стоим на киев фэшн мы знаем тут средний чек нет смотрите это скорее всего розничная цена это кто задал вопрос можно вопрос алена если не постичь розница или розница я вам ответ отвечу сейчас мы отойдем я вам отвечу лично там пару лайфхаков потому что для своей команды перед этим мероприятием я заказала специального тренера который понимаешь что такое работа с возражением я сидела и смотрела если у меня это врождено да я 20 лет фэшн и моим девочкам нужно было об этом напомнить моим девочкам менеджерам которые работают на этой выставке им нужно было рассказать всегда первый такой лайфхак поделись ладно так что быть это соглашаться когда говорят например дорого конечно это дорого на цена соответствует качеству конечно это дорого но именно вам мы поэтому это предлагаем дальше есть возражение чем вы отличаетесь от других да почему мы должны купить у вас у меня кстати такой вопрос был четко придите и расскажите мне почему мы должны купить у вас они у кого-то другого это вопрос этот ответ потому что именно вы знаете почему вы отличаетесь от других конкурентов это ваш анализ который вы сами себе зададите и вы скажете мы отличаемся других тем-то и тем-то вы сделаете свод анализ вы расскажете людям почему вы лучше других ценовая политика подача опт например розница это столько нюансов которые разбираются индивидуально с каждым брендом это интересно всем я понимаю и самый основной такой момент а почему мы должны купить у вас я вам расскажу давайте на своем примере почему должны купить у правда лейбл у нас опыт 5 единиц мы работаем оптом и в розницу у нас одинаковая рекомендуемая цена для всех оптовиков это очень удобно и они это понимают нас маржинальность сто процентов человек который приходит к нам он зарабатывает сто процентов и плюс ко всему мы даем весь контент мы даем доступ google диску на котором есть фото и видео контент на которые остальные бренды тратят уйму времени и денег то о чем говорила мария ну образно говоря у нас есть такой ролик с лимонами да когда мы рекламируем определенные продукты когда мы устраиваем опрос кто увидит там чуть пролистав нашу ленту и говорит это стоит 20 тысяч гривен 30 тысяч гривен 100 тысяч гривен кто более понимает сколько это может стоить мы даем от правда лейбл это бесплатно мы даем потому что люди являются нашими клиентами если у вас так же как у нас в бренде вы можете успешно продавать свой продукт вы универсальный вы можете больше давать людям чем остальные бренды вы можете здесь выигрывать я надеюсь я ответил на ваш вопрос спасибо я на самом деле у нас есть ролик до сезда грамотности наши встречи давайте подведом подведем итоги если нет еще вопросов каких-то четких от вас то тогда мы уже будем есть еще я рада вы мне нравитесь жизненный и болючий вопрос давать сеть магазином женского белья оказалось а сначала завуалирована я просто стилист бельевой молодец вот такими инстаграме наверное да и его есть и смотрите а цель и цена да вот венста открываешь instagram как правильно ставить цену вот у меня проблема у меня что магазинах одни цены и когда я начал писать такие же цены как в инстаграме ну как интернете получилось когда они приходят в магазин и видят мой ценник на порядок выше стоп 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 у вас цены в инстаграме были другие нежели в магазине почему я их упустила потому что зачем а зачем но если у меня например лифчик стоит 100 долларов по наш англия ну говорю так как есть вбивают инстаграм убивают google и сразу же куча интернет магазинов дети цены у которых нету живых магазинов и у них ценник на порядок дешевле и я вот сказала своему инстаграму стоп потому что мне клиенты начали они идут на меня на мою харизму в мои магазины но у меня инстаграм не работает смотрите если вы связали инстаграм эмоциональной и имиджем с тем что у вас есть живая локация вы не имеете права никакого менять цены если вы дистанционно будете вести себя онлайн магазин и кроме этого отдельно у нас есть еще оффлайн магазин это окей но мне-то клиенту кажется эти это нечестным поэтому у вас и был сыр бор в том что люди путаются а это влечет плохой имидж для для вас как для бренда потому что очень много скандалов почему брали на эти вот такое да да но вы могли это обыграть сказать что только для пользователей инстаграма только эксклюзивная скидка еще механика есть разное для того чтобы выйти из ситуации но вы в эту ситуацию зря себя вогнали дело в том что а скорее всего просто для тех подписчиков вашей аудитории в инстаграме было не то стоимость в плане что это было не ваша целевая если бы вы таргетировали на вашу целевую выбирали вашу целевую для привлечения а где она бы не отпугивалась ценой но смотрите если итальянская комфорт стоит 400 гривен да ну а на стоит 400 а вот в интернете и и продают 280 ну блин нет давайте микрофон врут я вам объясню такой момент смотрите блин уже ладно буду рассказывать считаем бренд продал и был представлен 13 магазинов по украине и у нас есть единая цена но в чем момент каждый магазин может позволить себе какую-то акцию ну устройте себе это вот как сейчас бренде правда лейбл сегодня на размер м минус 50 магазины с которыми мы работаем мы им даем там некоторым под реализацию некоторые выкупают и мы им даем у нас есть комиссия мы не можем им дать минус 50 и еще минус комиссию для себя мы делаем акции однодневные двухдневные вы можете как производитель как бренд как кто угодно который регулирует цены говорить здесь и сейчас я даю только на с размер скидку такую-то вот это правдивая информация здесь и сейчас я даю нам у нас были в том году например там день белого бил день синего день черного день красного это моя личная акция однодневная она действует пока действует stories так бомбите делайте свой фотографий один в один день становится дешевле либо красное белье в этот день дешевле но сочетается цена в инстаграме и цена в магазине тогда вы избежите вот это недопонимание скажите кому было бы приятно купить в магазине а потом узнать что у бренда в инстаграме это дешевле смотрите никому а вам было но это вы наверное не поняли вопрос что мне было бы неприятно и вы должны быть всегда на стороне своего клиента то есть поставьте себя на место клиента блин меня это бесит почему это я пришла в магазин то есть я еще дошла в магазин я не дома сидя на диване сделала покупку а я дошла в магазин и должна платить дороже то есть это неправильно но есть такие бренд что будете подождите у нас интересно финансово смысла нету вот продавать дешевле и смотрите я сейчас вижу большую проблему вы отдали на аутсорс продвижение инстаграма они не сказали упустить цены потому что у тебя это колготка а там она вот на 30 процентов дешевле вот просто забей в google название это было это был совет совет если это был браке совет профессионалов то они не такие же профессионалы нужно выработать такую систему от каждых из нас когда начинает какой-то бизнес он выстраивает свою систему бизнеса кто-то продается на аутсорсе кто-то продается на довальческом сырье кто-то продается в магазинах под комиссию а кто-то продается только оптом сегодня нам пришло какое-то агентство которое говорит слушайте мы будем вас везде продавать по предоплате вот сегодня у нас была юля нижнее белье домашней одежды говорит вы нам должны 35 процентов от оптовой цены все кто у кого есть бизнес это нереальные условия а юля стоит она не сталкивалась с этим у нас есть там мифическая юля да она не сталкивалась если она которая говорит слушай а ну давай посчитаем а ну давайте они пришли пять человек как сектанты то есть ты сам выбираешь себе систему бизнеса по которой ты работаешь ты считаешь ты риски оцениваешь ты считаешь вообще насколько это победит твоей репутации денежно и морально вы вы осознанно пошли на то чтобы сделать цену ниже и чтобы вас потом в набили вас были негативные отзывы чтобы у вас был рейтинг google и меньше если мы говорим об интернет просто я уверена что от этого продажа не увеличились но большие магазины больше большие площади круто потому что там нет вас там есть кто-то другой а это называется продвигаться бренду с помощью личного бренда то есть заходите делайте фотосессии мы вам поможем все делаем сейчас еще сломаем стул тут найдите правильную нишу которая чтобы и вам было удобно и информация была честная и чтобы люди были довольны вот когда будет этот баланс вот тогда будет все хорошо нужно просто выстроить стратегию и вам лично разобраться как только вы разобрались вы будете понимать кто действительно профи из ваших смм спасибо всем за участие у нас есть telegram чат по новостям во всех соцсетях для брендов если вы хотите туда попасть просто напишите мне либо елене в личку лучше мне у елены там завал я вам сразу отправлю активную ссылку приглашение на теле нам чат где вы можете всегда свежие новости инстаграма фейсбука ютуба и short читать также туда видео уроки сбрасываем кроме этого естественно мы здесь собрались для того чтобы у тех кого будут индивидуальные вопросы вы смогли задать например на личной консультации то что касается продвижения бренда можно смотреть за правду лейбл в сети обращаться к лене за консультацией либо ко мне за консультацией наши ссылки на соцсети у вас есть предлагаю вам еще демонстрационно посмотреть как проходят живые встречи в киеве практикум и инстаграмотность и до новых встреч спасибо всем огромное дякую Олене и Марии за классный субботний день за прийти фишечки инстаграма и за прихожу не первый раз каждый раз инстаграм это что-то новое что-то интересное это коллаборации знакомства все было на высоте крутые знакомства в море информации спасибо огромное а